Недавно, когда ему было 18, он только начинал и поражал всех своим катанием. Но смотрим. Болеем, я думаю, нам будет очень-очень интересно. Что ж такое сегодня с четверными тулупами? Вместо четверного тройной и добавок одинарный тулуп. Что-то я рану нахваливаю, наверное, надо перестать это делать. Хотя я не сглазливый человек, но... Ну вот, молодец. Наконец-таки. Это что, у него расстегнулась штрипка. Тройной анксель, тройной тулуп. Отлично исполнил. Тройной анксель, тройной анксель, тройной анксель. Тройной анксель. Тройной анксель. КОНЕЦ Ещё один тройный аксель с таким низким выездом. Но он мастер таких выездов. Это в стиле набонарёда. Он из древнейшего самурайского рода. И кроме национальных японских традиций, да, ещё присутствуют такие самурайские традиции. То есть это вот биться до конца. Он всегда этим славился, набонарёй. Я даже не понял, почему была допущена ошибка, как-то он поспешил в прыжок в первый и в четверной. Сейчас отлично катается. Музыка Вильбельм Тель. Увертюра Рассини. Хороший выбор на олимпийский сезон. До этого сейчас он тренируется у Нарико Ода и Ли Баркели. Долгие годы он тренировался... Ну, не долгие годы, несколько лет он тренировался у Николая Морозова. И Оля ставил ему замечательную программу. Вот помнишь, одна из лучших, мне кажется, это Чарли Чаплин в исполнении на Бунаре. Трансельфов исполнил. Зрители сразу подхватывают музыку. Зрители сразу подхватывают музыку. Зрители сразу подхватывают музыку. Зрители сразу подхватывают музыку. Молодец. Кроме первого прыжка он сделал все отлично. Просто в угол надо человека ставить сразу за вот этот первый прыжок. Абсолютно непонятно, зачем он это сделал, допустил эту ошибку. Как приятно смотреть на фигуриста, который улыбается не только по окончании программы, но и во время катания произвольной программы. То, что сделал на Бунаре, это очень очаровывает, я бы сказал. И вот в отношении Бунаре, что можно сказать, то, что начало программы и финал программы, все это происходит на одном уровне по скорости, по насыщению, по эмоциям. По эмоциям было в конце лучше. В конце лучше, согласен, согласен. Когда он исполнил уже все прыжки, всю техническую сторону, он, конечно, выдавал. А он это умеет делать. Кстати, у него очень много запоминающихся программ. Я помню, у него Фигара было, мне так нравилось. Да. Ему вообще очень такие юмористические, мне кажется, даются лучше. Он, конечно, юморист на льду. Хотя, наверное, не стремится к этому, но, тем не менее, это у него очень получается. И это большой талант. Да, что-то, правда, со штрипкой случилось там. Штрипка – это такая застежка под коньком, которая... Которая болтается в данный момент. Чехольчик или держит брюки. Ну, не остановили, значит, показалось, судим, не опасно. Тройная улица, двойной труб, двойной риттбергер нам повторяют. Что же, смотрим. Вы смотри, какие эмоции. Да. Ну, отлично. Как зал сразу реагирует? Еще больше. И это сдержанный японский фигурист. Да. Вот сложная вариация, сложная позиция во вращении в волчке. Так, пока что у нас по технике лидирует Макса Аарону. Рядом с ним Джереми Эбот. Да, в компонентах все тот же Джереми Эбот. Посмотрим, что судьи поставят в небо-нарёдах. Окей, 88,62. Это искренне радостно. Да, за технику и за компонентом 8184. Браво!